Если строить, то строить из газели. Это однозначно. Ладно, пойдемте, успей поговорить. На переднем, это берет дырка простык. Ладно, ладно, продолжаем. Мы же нищеброды. А там 650 ватт. Охренеть, он жрет больше, чем мультиварка. Субтитры создавал DimaTorzok Я купил, буквально зачитываясь отчетами Алексея о его поездках на север. Мы сегодня стоим у торгового центра «Планета» в Уфе. Я занимаюсь готовкой обедом. Платон очень хочет кушать и ждет. Пообщались с ребятами, которыми был интересен наш автодом и которые приехали для этого специально на площадку перед торговым центром. И к вечеру отправились в сторону Челябинской области. Проезжая Сим, заскочили на обзорную площадку. Ну вот, время 12, а мы еще не завтракали. Остановились сейчас, думаем, что пора приготовить, наверное, яичницу. А все потому, что никак не перестроимся на местное время. В садке мы заехали посмотреть карьер. К сожалению, с детьми туда не пускают. Поэтому мы быстренько с Юлей дошли, посмотрели и вернулись обратно. Дальше путь наш лежит на Зюратку. Очень многие нам рекомендовали посетить это место. Продолжаем экспериментировать с дроном. Мы находимся в национальном парке Зюраткуль. Очень многие нам рекомендовали это место. Вот мы купили билетики. Билеты для взрослых, для детей до 12 лет. Они бесплатно. Озеро, на самом деле, реально классное, красивое. Погода здесь меняется. Кстати, я уж не знаю, всегда так или нам так повезло. Но за сегодняшний день раз, наверное, 10 набегали тучи, облака. Начинало накрапывать какой-то дождик. Потом вдруг неожиданно яркое солнце начинало светить. Дорога сюда. Озеро находится в Челябинской области. Район населенного пункта Садка, по-моему. Дорога сюда. Через весь национальный парк. Такая вот плохая грунтовка. Проезжабельная там для легковых. Для всех реально вот она такая зубодробительная. А вот сюда непосредственно на озеро можно подъехать, ну, только на внедорожнике. Стоянок оборудованных здесь нет. Ну, территория относительно чистая, как бы, ну, периодически валяются какие-то банки, бутылки, еще что-то. Встать на берегу, вот здесь вот-вот-вот вы встали. Если честно, то, как нам сказали, ну, не совсем законно. Это береговая территория считается. В пределах 100 метров мы не имеем права нигде встать. И вот это вот, пожалуй, единственное место, где можно встать в пределах 100 метров. То есть к нам подошел мужчина, да, там, работник национального парка. Сказал, что вот-вот там вот за дорогой можно встать. Мы поговорили с ним, ну, нормальный мужик. На самом деле смысл в чем? Утром на лодке проплывает начальство, смотрит, кто где стоит на берегах. Ну, и наземным работникам отправляет весточку, чтобы они пришли и разобрались. Ну, в итоге на машине ловить здесь особо нечего. То есть если только оставлять машину там, да, а сюда ставить палатку. Потому что стоять в лесу и не видеть озеро, ну, блин, бред какой-то приезжать на озеро. В итоге нам сказали, что пока можно постоять, ну, и будете ночевать, вечером обязательно отъезжайте отсюда, ну, вот, чтобы утром вас, не дай бог, не увидело начальство. Иначе там штраф, еще что-то никто с нами разговаривать не будет. Ну, вот она, наконец-таки, первая долгожданная такая вот дневка, при которой мы никуда не спешим. Мы гуляем тихонечко, смотрим, фотографируем, пьем кофе, болтаем. Ну, вот сегодня, наконец-то, первый раз готовим завтрак прямо на берегу озера, а не в машине. Сегодня как-то так. А у нас сегодня каша с киви и бананом. Но в взрослых еще и с шоколадкой. Такая вкуснота. Латах, кушать уже хочешь? Да? Вот вчера выкинули мусор в пакете, в обычном целлофановом. А сегодня с утра вот это вот все. Видимо, может быть, там, я не знаю, там, лисы, белки, там, кто это все делал. Приходится заново собирать. Мы пришли мыть посуду и обнаружили, что в камнях очень много божьих коровок. Дети уже полчаса занимаются. Так, давай еще одну из кури. Платон, где божьи коровки? И ползет, ползет по тебе коровку, божья. Ой-ой-ой, по ручке ползет. Дань, ну покарми ребенка яблоко. Да, доделывать что-то в дороге безумно сложно, потому что времени вообще не хватает. Но нужно. Поэтому делаем. Это вот крючочки для всякие вот тут вот, чтобы крепить ящички, чтобы мультиварочку крепить. Платон, а эта ложка маленькая, да, для тебя? Ну, кому большая ложка, тот и главный. Эх, какой же кайф обедать на природе, под солнышком, глядя на классное озеро. Болтать о чем-то. Именно об этом мы, наверное, и мечтали, когда отправлялись в поездку. Месси, Месси, Месси! Ну что, сейчас я покажу, как мы разбираем наши кровати, как готовимся к сну. Нижняя кровать у нас сух спальня. Здесь мы спим с Кириллом и с Платоном. Она раздвигается, кладется дополнительно в матрасы. Получается ровная поверхность. Да, ты скажешь, что матрас на липучках специально, чтобы ничего не разъезжалось. Матрасы нам, кстати, шили ребята из компании Джек Сквэра, наши партнеры. Так, дальше мы разбираем, откидываем верхнюю полку. У нас здесь такой фиксатор. Откидываем полку. Здесь у нас лежат все постельные принадлежности. Смотри, прям на переднем этом дырка в простыке. Зови! Ладно, давай, продолжай. Ну давай, здесь мы. Мы же нищеброды. Да, да. Что, заново откидываешь? Не-не-не, давай, нормально, продолжай. И подушка. Даня на кровать, соответственно, почти всегда заправлена. Ему надо только разложить одеяло. Ну вот и все. Можно спать. Всем спокойной ночи. Вот у нас здесь натикало из вытяжки. Папа полез разбираться. Как так? Сказал, как так-то, как так-то? Из вытяжки течет. Чистим зубы мы минимум два раза в день. И, пользуясь моментом, передаю привет своей маме по совместительству еще и стоматологу. На улице сильнейший ветер. Что там, сколько-то, 20 метров в секунду? Ну да, красная полоса. Красная полоса. Дождь вот, ну, только начинает накрапываться. А у нас здесь безумно уютно. Мы завтракаем. У нас подходит кофе. И все благодаря маркизе от Jack Square. Большое спасибо, ребят. Привет. Всем доброе утро. Стоим сейчас на озере Зюраткуль. На улице дождик. Хотели пройтись, прогуляться. Но пока посмотрим. Вот мы только проснулись. Юлька чистит зубы. И вот так вот у нас без всяких приукрашиваний. Там ноут заряжается. Мультиварочка супчик сделали вчера. Данилка. Латошкин спит еще пока. Ну вот как-то так. У нас тут косяк произошел. У нас же сгорел инвертор. Есть запасной. Но он на 450 ватт. Ноут почему-то не заряжался. Я смотрю на адаптер. А там 650 ватт. Охренеть. Он жрет больше, чем мультиварка. То есть вчера мультиварка у нас работала. И суп готовился. А ноут не заряжается. Вот приблизительно так выглядит дорожка на озеро. Если вдруг вы решите остановиться непосредственно где-нибудь на берегу, а не в отеле или гостевом доме. Вот что значит в колесах 3,2 атмосферы. Очень хотели мы на озере Зюраткуль, который вот там вот видно, да, мы стояли где-то в лесу, подняться на хребет Зюраткуль по экотропе. Маршрут порядка 5-6 часов, как говорят, в принципе не сложный. Но весь хребет в облаках. Поэтому, ну скорее всего, нету, наверное, смысла туда сейчас подниматься. Вот, кстати, показательный момент. Вот там вот уже асфальт. Здесь асфальт кончается. И вон он КПП. Начинается территория национального парка. Видимо, дорога лежит в ведомстве нацпарка. А денег у них на асфальт нету. Вот так вот развивается у нас туризм. Ну а дальше мы заехали на плотину гидроэлектростанции «Пороги». Красивое и интересное сооружение. Жалко, конечно, что недолго ему осталось. Так как находится оно совсем в плачевном состоянии. Дальше отправляемся в Златоуст. Там мы договорились с Ваней, который на драйве известен под ником «ИЖИВИ». и пересечься. Кстати, Ваня из Питера. Вот она на самом деле, какая небольшая наша страна. Мы мчим из Рязани на Дальний Восток. А в это время по дороге встречаемся с товарищем из Питера. Кстати, совсем скоро Ваня с семьей на автомобиле «Соболь 4х4» отправляется также в Приморский край. Правда, его поездка будет немножко в ускоренном варианте. И по плану должна занять всего месяц. Кап-кап, 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 кап-капы. На улице дождик, а мы сидим в тепле. И, наконец-таки, у нас есть время посмотреть Дудя. Кап-кап-кап. Тебе нравится Дудь? Да. Мы находимся в национальном парке Таганай. Погода сегодня хорошая. Поэтому, как нас сегодня отговаривали, но мы все-таки решили пройтись пешком по экотропе. Радошка у нас почти засыпает. Сегодня первый раз попробовали. Посадили его в рюкзак на спину. Ну, пока вроде бы удобно, да, нам? Маршрутов здесь таких пеших, как бы, я так понимаю, три тропы. Верхняя, нижняя и какая-то там между ними. Как таковых там радиальных маршрутов там черт знает сколько. Вчера встретили ребят, которые прошли 25 километров только, ну, с самого Таганая. Ну, вот. Мы же как совсем такие... Новички. Не то, что новички. Мы вообще никто в пешем туризме. То есть, просто низшее сословие. Ну, вот. Поэтому мы решили пройтись до Белого ключа. Может быть, чуть подальше, до Каменной реки. Ну, там, в районе, может быть, 10-15 километров у нас будет весь маршрут. Вообще, собакам, как и ребенок, накладывают, ну, скажем так, довольно существенные ограничения на путешествующих. Одно из ограничений, это вот как раз сейчас мы находимся в парке Таганай. И с собакой на пеший маршрут нельзя ходить. То есть, на стоянке мы ее оставили. А вот тут вот по лесу с ней нельзя идти. Ну, сказали, что она, видимо, где-то накакает и нарушит какой-то эко-слой. Или, может быть, съест какого-нибудь редкого зверя, там, или еще что-то. Ну, вот, поэтому, например, здесь есть маршруты с ночевками. То есть, можно идти, ночевать, идти дальше, и потом там на несколько дней и возвращаться. Сразу, вот, если бы мы такое запланировали, то с собакой у нас бы ничего не получилось. Потому что оставить собаку на несколько дней в машине не вариант. Ой, Платон сказал, к черту эти ваши рюкзаки. Я пойду сам. Я пошел на Таганай. Да, кстати, вот здесь вот так вот. Действительно грязно. Ну что, вот мы пришли на... куда пришли? На Белый Ключ. На Белый Ключ прошли 6 километров за 2 часа. 7, Даня говорит, 7. Вот там Данька с Платохой ходит. Мы много камней обходили, поэтому по кругу ходили, поэтому где-то километр лишний мы находили. Ну, как тебе нести Платона 7 километров? Да, без проблем вообще, на самом деле. Единственное, что потеешь, жарковато. Ну и, конечно, ребенок, он хорошо. У нас полдороги он у нас проспал где-то. Ну, поменьше тоже. Ну, 3, треть, наверное, одну он проспал. А потом его развлекали всякими цветочками, шишечками, птичками. Камешками. Камешками. Ну и баранкой. Все отлично. Вот они довольны и с братом. Помаши привет. Платон, помаши привет. И тут вот табличечка еще. К двуглавой сопке перья нам еще полторашечку туда вот. Ну, получается такой неплохой фитнес. Но мы ни хрена не подготовленные вообще. Конечно, в этом плане надо больше ходить. Мы привыкли. Сел, поехал, разложился, там, стульчики поставил, там, сварил кашу. Поехал дальше, приехал в кемпинг, там, еще что-то. Нет, надо ходить пешком больше. Да, Платон? Платон, и-е-е, скажи, мне очень нравится пешком ходить. Погнали. Если вы думали, что это все, нифига. Ну, вот как бы на последнем издыхании. Короче, прогулочка в 6 километров. Это такая, только легкая разминочка. Остальное ждет потом. Ну, ради всего вот этого стоило подняться. Мы еще чуть-чуть поднимемся, наверное. Но осталось прям совсем чуть-чуть. А вон там как раз это, наверное, каменная река идет. Невероятная красота, невероятное ощущение. Невероятный подъем духа. Мы сомневались. Идти, идти, да? Платон, как тебе тут? Он карабкается вверх. Ну, что, сегодня это самая верхняя точка нашего подъема. А затем на стоянке мы встретили одного из своих подписчиков, Дмитрия. Который также предпочитает путешествовать по России, да и не только вместе со своей семьей. Правда, делает он это на прицепе караваня. Ну, а тем временем очередная неделя...